and develop our anandam, happiness consciousness, our spiritual proper selves. И поэтому ведовья сдал это знание для того, чтобы очистить себя от сознания материи и найти в себе вот ту частичку, анандам последнюю, которая действительно заключена в поиске постоянного счастья, потому что, ну, то есть мы как счастье. И тогда Веда Вьясин, в Веде, сказал, если мы будем делать это, он нам рассказывал и описывал нам, какой тип страны, какой тип страны, который мы будем квалифицировать в это. И это не Австралия, Америка, или все другие места, которые мы видим на телевизоре. И ведовья сказал, что если вы сможете изучить себя, сущность, да, вот эту духовную, то он потом говорит, какую землю, или, ну, скажем, какую область бытия действительно можно будет зайти. И это не Австралия, Америка, или еще какая-то географически-физическая точка на земле. И из тех, кто может быть знает что-то о Бхагавад-гите, секрет заключается в 18 главе, которую он процитировал. И это заключение Кришны, которое он передал Арджуне. И этот секрет, который заключается в этой шлоке, говорит, что просто предайся мне, моему Писанию. И ты сможешь со временем стать квалифицированным для того, чтобы зайти в землю, которая называется Вриндаван, где действительно олицетворенное счастье может присутствовать. То есть там, где вы полностью обретете то Анандам, то счастье. И десятая песня Шримад Бхагаватам, она более детально описывает ту землю, которая называется Бриндаваном, которая пропитана сладостью, нектаром, счастьем, любовью и такого рода материями. И теперь у нас вопрос, так а что же это за быстрый процесс, который сможет нас очистить от материального сознания и дать нам квалификацию, зайти на тот высший план бытия. Харер нама, харер нама, харер нама эва кевелам, калау настьева, 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 гатираньята. И это он процитировал то, что... Сейчас мы объясним. Это санскрит. Это в Ведах написано. Это путь. Но вы не должны знать санскрит, чтобы понимать, что в этом節е две вещи будут повторяться три раза. Настеева, настьева, настьева, гатираньята. И не надо знать санскрита для того, чтобы услышать, что в этой шлоке повторяется одно и то же три раза. Настеева, настьева, настьева, гатираньята. When your grandfather tells the young child, you know, don't touch this, it is an electric wire, you will get electrocuted. If he says once, you listen to your grandfather. If he says twice, it is absolute emphasis, don't touch. If he mentions three times, it is imperative. This is the style of the Sanskrit, the Veda. And the style of Sanskrit, which is presented, gives a example, that if you are a little child and you say, don't touch the electric wires, otherwise it will hurt you once, then you better not touch it. If he repeat it twice, then you need to do it seriously. And if three times, then you literally take it and remember it for your own life. In this age of Kali, this iron age, there is no other way, there is no other way, there is no other way. И в эту эпоху Kali, то есть повторяется, что нет другого пути, нет другого пути, кроме как... Then, harer nama, harer nama, harer nama, eva kevalam. Again, three times emphasizing. И опять три раза акцентируется на то, что нужно делать. Это вот он сказал, harer nama, harer nama, harer nama, eva kevalam. Than chanting the names of the Lord, chanting the names of the Lord. Воспевать имена Бога, воспевать имена Бога, воспевать имена Бога. И если мы обратим на это более детальное внимание, то мы увидим, что все, скажем, конфессии, религиозные конфессии в мире, они все так или иначе восхваляют или воспевают. And then the Veda, Veda Vyas, in the Veda, he gives there are many mantras of the Lord's names. But he gives that for this age there is a specific maha mantra, the Hare Krishna maha mantra. И в Veda дается на самом деле огромное количество мантр на медитацию, на разные имена Бога или Абсолюта. Но одну, на которой он ставит акцент, это Hare Krishna maha mantra. In Satya Yuga, Traita Yuga, Dvopa Yuga, there are different maha mantras. In Kali Yuga, the maha mantra in the Veda is given as Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama 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 Hare Hare Hare. И в разные эпохи, в разные эпохи, в разные эпохи, в разные эпохи, мантры, они отличались с концентрацией на другое имя Господа. Но в эту эпоху emphasis, то есть акцент идет на Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama 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 Hare Hare Hare. И музыканты, которые были на этой сцене, исполняли красивую мантры, они тоже исполняли мантры. И они тоже исполняли эту же мантру, которая называется маха-мантра. And I have been in India and the East for many years. We have seen ourselves in all houses, all places, from north to south to west to east of India. This maha-mantra is being chanted and respected. И мы, я жил долгое время на востоке, в Индии, и мы путешествовали от юга до запада, то есть все практически направления в Индии. И мы видели, где бы мы не появлялись, насколько уважаемая эта мантра. И во всей Индии, во всех четырех направлениях, с лета мы видим, что Бхагавад-гита, она уважаемая, и ей выказывается уважение высшего формата. Потому что в ней заключена очень важная часть духовного прогресса и духовного развития. И сейчас, значит, с 87-го года я длительно живу постоянно там, в отличие только от коротких перемещений на самом востоке. But we have been living not really in India, we've been living in the temple and the holy places, the temples established by one great teacher, spiritual master, Shrila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. Но на самом деле, я хотел бы сказать, что я, ну нельзя сказать, что я жил в Индии как таковой, то есть я жил с учителем, который находился на территории Индии, и он основал там храм или центр. И основатель этого центра, его звали Bhakti Sundar Govinda Maharaj. И он это сделал как последователь своего духовного учителя, Шрила Bhakti Rakshaka Shridhar Devah Goswami Maharaj. Кто в свою очередь служил своему учителю в Актисиданте Сарасаси и так далее по цепи ученической преемственности до самого Ведовьяса, который написал те самые Веды. And the books of Veda Vyas have only been available in the West in a non-academic form, means in the devotional spirit for the last perhaps 45 years. И последние 45 лет, то есть эти писания презентовали, то есть имели место в восточных книгах или библиотеках, но не в академическом формате. И это значит, 45 лет назад, примерно, Шрила Бхакти Веданта Свами Правопад came to the West with the translations of Bhagavad Gita и Шримад Бхагаватам. Not as scholarly translations for comparative religion, philosophy, all these things that take place in the universities. But he was practicing the advice of the Veda and he presented those translations by the pen of the practicing person of the Veda. И 45 лет тому назад Бхакти Веданта Свами, то есть один из великих учителей, он привез сюда некий перевод, но не как, опять-таки, академический или религиозный, или как сравнительные религии, там, ну, что-то доказывающее. Он принял эти Веды как совет для своей жизни, да, и передал эти комментарии как некий практикующий, то есть реализованно принять советы и жить по ним. And I promise you, the substance of these books of Gita and Srimad Bhagavatam, the substance of the teachings and books of Shrila Govinda Maharaj and Shrila Shrida Maharaj, the substance that they are giving is most valuable and the great treasure for us because we're humans. И то сокровище, которое заключено в книгах Govinda Maharaj, то сокровище, которое заключено в Откровениях Shrila Shrida Maharaj и наших учителей, ну, цепи ученической приемности, оно составляет действительно огромное сокровище для каждого из нас, для каждого из вас. Я с вами встречаюсь только на несколько минут. То есть, если я с вами встречаюсь только на пару минут, но если я смогу исполнить роль, ну, большого, как это называется, билборда, да, который как бы идет и дает нам направление, просто вот я как бы, куда смотреть, хотя бы, то есть не значит, что все пойдут, но, по крайней мере, куда смотреть, в каком направлении двигаться, и каждый достигнет чего-то, то если я исполню эту роль, ну, билборда, да, то я буду очень счастлив, вам говорю, то есть как указательный знак. Если мы вдруг узнаем, что вот здесь по соседству есть дом, и под этим домом как бы спрятаны такие слитки золота. И если у меня есть точные директивы, то есть как бы там по компасу, там, долгота, широта, то есть где они все находятся, точно я вам скажу, вот вам эти, ну, данные, то я думаю, что каждый бы из вас взял бы компас и начал бы двигаться по направлению к тому, где достать эти слитки золота, то есть, ну, великое богатство. И Бхагавад-гита, который мы говорим, что мы говорим, он уникально acceptен везде по всей Индии, по всему криву. И этот книг очень приятно, потому что он относится с вами, с человеком. Он говорит всем, как улучшить качество жизни, по высшему уровню. И Бхагавад-гита, она ценится, потому и ценится во всех краях Индии, во всех частичках, потому что она, как сказать, помогает или дает возможность, значит, с самого низкого уровня подняться до самого верхнего уровня и пройти много ступеней реализации. И в комментарии Бхагавад-гита, Шридхамма-хараш, он делает, ну, комментарии, значит, или предисловия. Он рассказывает о сладости, о вместимости и о счастье этой книги и ее сути. И он говорит, одно из терминов, в котором он сказал о Богово-гите, он сказал, что эта книга некая активация для ленивцев. Это, значит, доблесть для трусов. Это надежда для безнадежных. И это новая жизнь для умирающих. И первое, если вы просто начнете изучать Бхагад-гиту, Шридхамма-хараш, Бхагаватам, вы увидите, что там что-то интересное. Но потом, если вы начнете внедряться в детали, вы увидите, что там есть некая глубина, и еще более интересным это становится. Можно много еще сказать, конечно же, потому что знания обширны. Но так или иначе, может быть, мы сейчас уже здесь остановимся. Но я живу в Индии только сейчас, сколько лет? 20, они считают, я не считаю. 27 лет, постоянно. Я живу, мы считали, 27 лет без остановок. Мне очень сложно 27 лет, ну, скажем, заключить 20 минут. Но я могу показать вам, что это мой духовный учитель, Шрила Шридхамма-хараш. Не могу много как бы вместить, но могу показать, что это мой духовный учитель, Шрила Шридхамма-хараш. When I went to India in 1982, really, I did not go to fly to India, I flew directly to see Шрила Шридхамма-хараш. И в 82-м году, когда я сел на самолет и прилетел в Индию, то есть, на самом деле, я не летел в Индию, а я летел к нему. Я узнал о нем, и я летел именно к нему. Он также являлся наставником, ну, старшим братом и наставником Бхакти-хидхамма-хараш, который привез вообще ведическое знание на запад. И Шрила Шридхамма-хараш was the direct guru and molder, as Guru Day says, as Govinda-махараш, of Шрила Бхакти-сунда-говинда-махараш. И это Шрила Бхакти-говинда-махараш, molder, what does it mean? Made, he made him, he molded him. He molded him, Guru-махараш. И Guru-махараш, Шрила Шридхамма-хараш, он как бы вылил, то есть, он сделал, ну, как бы, все вложил, все, что у него было, он все вложил в своего ученика, Говинду-махараш. So, from 82 to 87, I went to India, I received initiation from Шрила Шридхамма-хараш. From 82 to 87, I am, he's always his disciple, but under his guidance. And then 87, sorry, 88, when Guru, when Шрила Шридхамма-хараш passed away, until 2010, serving under Шрила Говинда-махараш. То есть, с 82 года, я принял убежище в лотосных стоп Шрила Шридхамма-хараш и до 87, до его ухода. И после этого, то есть, я продолжал служить под опекой его ученика и преемника Шрила Говинда-махараш. И это фотография или картина, которая, в принципе, из фотографий сделана. Это Шрила Пракхупада, который с самого права, который привез все веды на запад. Шрошидар-махараш, его старший брат и наставник. И молодой Говинда-махараш, который в будущем объездил весь мир огромное количество раз. И под чим, как сказать, крылом, что ли, служил или получал знания Мадусуга-махараш. Постарайтесь, ну, как это, срезонировать или рефлект, да, то есть, ну, обдумать то, о чем мы сегодня пообщались или то, что мы сегодня узнали. Веда-вьяс, он прошел через многое количество сложностей для того, чтобы записать это огромное обширное знание черным по белым. И он это сделал для нас, для людей, которые будут жить в Железном веке, для Кали-юги. И это он сделал, в принципе, и для вас, для нас, для вас. Если что-то и стоит, так это хотя бы немножко своего интереса жизненного подарить этому направлению и попытаться хотя бы, ну, узнать, какое послание он нам останет. Спасибо большое за ваше внимание и за то, что вы так тихо, так внимательно слушали. Может быть, если есть у кого-то какие-то вопросы. Я не знаю, если у кого-то есть у кого-то, если у кого-то есть у кого-то, если у кого-то есть у кого-то вопросы, я могу попробовать ответить. Вы говорили о том, что главным методом духовной практики в веке Кали является воспевание святого имени и что для этого специально дана маха-мантра. И вопрос следующий, может ли мы воспевать маха-мантру, не имея приближающего духовного учителя. Вы говорили, что сейчас вы говорили, что молчание маха-мантра в веке Кали, это самый успешный практический практик. И вопрос, может ли мы молчание маха-мантра без защиты или без гарантии от каких-то гуру? Все, в принципе, могут читать маха-мантру в любых условиях, в любых обстоятельствах. Как и в любом случае, в этом мире, кто-то может заниматься много спортсменов, но если вы хотите быть хорошим и серьезно принимать, то мы, естественно, вернемся к тем, кто-то хорошим и серьезно принимать, и становиться студентом, дисциплином. То есть, что Макарадж говорит, что мы можем заниматься любой отраслью в этом мире, но если мы серьезно относимся, даже в спорте или еще в чем-то, и мы хотим серьезно на профессиональном уровне этим заняться условно, то мы, конечно же, становимся студентом некого профессионала, который даст нам возможность правильно развиваться. И таким образом мы будем присоединены к определенному потоку. И этот вопрос, получается, на этом этапе он более углубляется в детали возможности повторения маха-мантры. Но, когда кто-то становится серьезным и понимает необходимостью маха-мантры, это естественно ведет их по пути, чтобы один день подумать, что, да, я должен сделать какие-то предприятия. И этот день будет день, когда мы чувствуем необходимость для Шри Гуру. И, то есть, если мы серьезно относимся к тому, что мы делаем, то в какой-то этап мы почувствуем, да, у меня есть потребность к этому. И в этот момент мы сами ощутим естественную тягу. Окей, мне нужен тренер, да мне нужен Шри Гуру. Но в эту эпоху мы слышим часто, что термин Гуру или Шри Гуру, да, он употребляется как будто бы как расходный материал, да, то есть он немножко потерял свое качество. Но также в тех писаниях описывается, то есть как определить подлинного Гуру, да, или Учителя Духовного, и как определить подлинного ученика, то есть какие качества, там все в деталях очень...